всем доброго дня девочки время у нас два часа наверно 233 нет нет сколько время у нас что-то я посмотрела и забыла время у нас сегодня 13 26 по москве посмотрите какая погода да девки какой какая осень а я прям вот вот мне прям хорошо и я хочу с вами поделиться прям своей осенью марфасадской честно 5 градусов как я сказала сегодня до 5 градусов девочки красота какая теплый какая все же как хорошо там солнце пикет пикет вы знаете как в мае месяце в апреле все девочки прикурим раз прикурим и вас возьмем все хочу сказать хочу сказать спасибо за комментарии спасибо кто пишет кто поддерживает комментариями канал огромное спасибо премного благодарна конечно и вот хотела бы что сказать по поводу модельных комментариев да да все верно кто делает из родных вот знаете людям на моей практике я очень я уже говорила да но еще раз повторюсь я работаю очень давно по уходу за людьми много-много лет вот и вы знаете я хочу хочу вам что сказать люди на моем жизненном пути встречались и очень хорошие которые действительно очень любят своих старых родителей до во всем стараются поддержать заполняют холодильники там все до оплачивать сиделку хорошо относятся к сиделке ни в чем не отказывают есть люди жадные есть людям просто знаете вот хорошо живут но так и такие люди встречались до здравствуйте которые относятся к людям своим родным и близким вообще плохо отвратительно и мерзко и равнодушно на их здоровье на их питание нанял сиделку да и вот ты а хочешь так и выкручивайся там купит их тебе дадут тебе на одну луковицу на пару картошин и вот как хочешь этот растягивай на пару недель еду есть родственники которые вообще мне приходилось даже на моей практике просто носить еду из дома кормить стариков можете понять да вот которые не хотят кормить они знают что из квартира будет принадлежать именно вот но сыну там дочки да и все и они все в интересе я же говорю каждый из нас у каждого из нас из нас человека свой интерес и вот они ждут смерти большинство к сожалению к сожалению именно вот такие люди есть понимаете это большинство ним меньшинство хороших людей встречается вот но в основном сиделок нанимают денежные люди не денежные не могут себе позволить они дешевле отправят в пансионат там до еще куда-то или сами ухаживают как бы вот так но еще вот хочу что добавить а уж о препаратах которые нужно колоть который нужно давать они даже вообще что хорошие что плохие люди вообще даже и не стараются узнавать по поводу здоровья да и что-то покупать докупать вот например что положено до регламентом человеку без гипертонии таблетки например им выписали далее бесплатно вот они короче им дают обследование там да у них во первых они наверное не знаю как но мне кажется что просто не хотят просто не хотят даже вот выписку тоже большинство людей людей выписывают больницы они берут выписку с больным человеком выписывают больницы до домой привозят потом нанимает сиделку сиделка ухаживает и все они даже не заглядывают врач что на словах сказал а врач говорит не все на словах они даже не заглядывают выписали выписывают не читают потому что но он не понимают хотя что там понимает сейчас во всех телефонах интернет ты просто наберись если что-то не понимаешь и тебе google даст ответ я met созем тут понимать нечего ну не хотят вот по поводу саша саша вот да пишут что ты там делаешь ты там деньги имеешь и все такое я объяснил живом ситуацию до что я имею я изначально вам говорила что мы платили 75 тысяч два месяца все потом никаких 75 тысяч все было предложено отдать им сашу чтобы вы увезли куда-то я уже все это говорила я сказала не надо пускай живет я бы в свою очередь могла бы да вообще вообще не шевелить пальцем вот дают регламентированные таблетки да все даю сидишь лежишь как ванька встанька ну и все а ну и все сварила там макарон с колбасой да сковороду ему на неделю суп отдельную кастрюлю по хлебам какой-нибудь да кусок свинины кинула каши геркулесовой все самое дешевое и все вот и неделю завтрак обед и ужин все никаких изысков никакого питания другая бы на моем месте не дала с общего стола поверьте мне я эту школу всю знаю все это проходило никто не будет баловать никто не будет вкусняшками хуяшками тартами блять печенюшками мяском и сырами прямо-таки разбежались а никому и дела нет здрасте метем метем а вот вам делать нечего правда вам делать нечего да болею а это что это такое вот это вот тоже болезнь вот-вот это тоже болезнь куда она делась почему не метет да я не могу с вас алена где до да а я что-то ее не вижу на магазин не ходит что сейчас ужас болит у нее все ой бедные а у вас соцработница же положено вам соцработница вам же за 80 лет нет а соцработница почему у вас нет не прикреплена нет ваша соцработница к вам приходит а почему вы не сделаете нет а надо вы у вас группа же есть группа у вас 2 группа да 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 нет у вас группа есть по инвалидности а нет у вас инвалидности вон как ясно вот вам делать нечего да все подметает все подметает бычки он кто-то покидал там все покидали никому ничего не надо ясно он ну понятно ладно не болейте пойду я пожалуйста до свидания вот и что хочу сказать даже я уверена что есть люди у меня у меня на канале зрители даже среди подписчиков и не обижайтесь что такие же которым просто по барабану какие там родители блять даже я не говорю что все но есть есть и даже не говорите что нет которые даже блять не думают о своих старых мужьях проколотим витаминов не буду показывать пальцем да мне больше всех надо я иду покупаю с этой пенсии в себе в убыток и конечно же конечно же делаю все с чистой совестью и с открытым сердцем в себе в убыток и кто бы чего не говорил блять и все равно и старается у меня укусить все равно старается меня укусить ну не укусите вы меня к чистому грязной не предстанет зарубить цвет на носу МАМА МАМА УТРИМ